Итак, мы с вами теперь можем общаться более не монолог будет, а уже может быть диалог. Так, ну вот сегодня, да, сегодня нам достанется с вами. Многие вопросы требуют разбирательства, там 5-10 минут каждый. Посмотрите, что случилось. Вот, кончились новогодние праздники, кончились деньги, теперь можно и поговорить. Так, пробуем. Добрый вечер, мы готовы, начинаем по расписанию. Здравия. Сызрань здравия, Вологда здравия. Ой, вы знаете, пришло несколько человек, отчиталось с этими. Сабрикос, ой, не Сабрикос, сейчас скажу как. Не успели мы посмотреть вебинар из-за того, что я сильно увлекся этими глобальными проблемами. Вот, а там было много интересов, в том числе и фотографии персиков, абрикосов и так далее. Не только у Алексея Юрьевича, а как он, мы посмотрели, да. Это единственный случай, когда они не мои. То есть он самостоятельная личность, полностью самостоятельная личность. Гражданин не мытого. Вот, а точнее товарищ не мытого. Вот, и далее, хочу сказать, что география растет. А когда я смотрю, с кем я имею дело, видите, Сызрань, Вологда, Гурган, Сызрань не минус один, но вроде мороз у вас был, к островам уже плюс три. Ну, здрасте, это брат мой, Юрий Железов. Сейчас проснутся плочки, потом они, ворвался мороза, они замерзнут, да, Кострома. Вот вам и север России. Ленинградская область в 4, это я уже привык к этому. Вот, Казахстан, Третья, Юг. Вот смотрите, Казахстан, это считается Юг. Ну, он врезается вот так вот своим севером в Сибирь, именно в Сибирь. Не зря же мы когда, вспоминаем, мы едем на, по транссибирской магистрали на поезде. Вот, казалось бы, что особенного-то. Едем, едем по России, бах, граница. Мы едем по Казахстану, бах, выехали с Казахстана. А лени-то прямая, вот эта сфера Казахстана, наша, из Канарусской области. Вот, и вот он, пожалуйста, минус 36. Но это уже по сей предел, Валентина. Дальше я вам не сочувствую. Так, добрый вечер, Москва, Скоробласть, Хабаровск. Ирина, привет. Вот, минус 18. Ну, это ничего еще. Михаил, Санкт-Петербург, Хадыжинск. Я уже забыл, где это, память. Так, Вахруша, Выборг. Ну, Выборг, это тоже, кстати, северо-запад. Минус 24, ветер. Давай спасать деревья. Закопал снегом теперь. Плюс, давай спасать теперь. Раскопал, покоцал лопатой всю кору. Последний раз занимаюсь этой херней. Так и надо говорить. Вот. Холм, он как-то сглаживает немного эти проблемы. Именно сглаживает. Так. Скоробла, плюс 3. Санкт-Петербург, плюс 4. Ярославль, тоже плюс. Тимоша, супер мальчик. Да уж. Такой придумает, как Тимоша. Я уже третий раз опытал, откуда это он взял. Мы одно помним, что земля плоская стоит на черепахах. Ну, он-то откуда это взял. Всем здравствуйте. У вас тут тепло, у нас минус 40. Селевушка, это бывает. Он даже правильно, что не пишет, где это. Это я запомнил. Потому что он сам мужик непростой. Все-таки высшее образование. И не одно. Так. И Новосибирск. Мичурин писал, если подвоем будет молодое дерево и зимостойкое растение, это может обеспечить только сеянцами, то можно преодолеть низкую зимостойкость. Не зависим от вида. Итак, если молодое, дикое зимостойкое, качество подвоем. Ну, это то, что я всегда делал и пропагандировал. Ну, тут мы... Тут я, Мичуринец. Сергей, доброго здравия. Свинья на Архангельской области. У вас тоже были морозы 30 градусов. Смотрите, как все меняется. Уже плюс. Так. Сергей... Это Сергей Анатольевич Парщенко. Я его отличаю, потому что слово Сталинград только он мог написать. Интересно, что была бы такая партия садовода и дачники России. Победила бы на выборах. Нет. У нас выборов уже нет и не будет. Я не хочу про политику. Вы же знаете. Вот. Просто выборами уже никто никогда не победит. Все. Все. Вот. Механику вы знаете. Но я просто ответил на ваш вопрос. Была бы, я ответил нет. Приедающей системе победительная Россия независима. Правильно, Елена, говорите? Вот. Не все еще запретили нам. Так. Сережка. Я вот думаю по поводу власти песка. При закладке сенажа влажность масла должна быть не более 50%. Силудическая влажность. Так. При которой не развиваются грибы плесени. При условии герметизации создания однородных условий. Так вот, если мы создадим такие условия, 55 влажность. Сенажа будет закладывать глубже, что плотение песка может преодолеть плесень. Ну, я не спорю, вы грамят не меня в этом плане. Я просто исхожу из реальности. Реальность такова. Мне звонят и говорят. Так, пришла пора ваши кости закладывать. Песок и я буду брать, говорит этот, тот же самый у нас карьер. А я уже приводил пример, что-то узнает. А какая там степень этих самых органики, мы не знаем. Вот. Есть простой способ. Промыть в кипятке, в тазе. Этого уже должно хватить. А дальше, только цитирую уже других авторов. Можно и марганцовое в растворе. Можно прокаливать. Ну, я что-то против прокалки, что-то не знаю почему. Мне кажется, что до песка. Песок для меня живой. Вот так живой. Это часть почвы. Так же. В любую почву возьмите, копните и промойте. И песок же останется. Вот для меня живой еще. Я не могу смириться с словом прокаливать. А вот помыть горячую воду, это я могу. Сам моюсь. Вот. Ну, а там каждый выберет свое. Так, Сергей, Владислав, нужно подбирать. Целью снабжения смен влагой. Так, чтобы влага не вытесняла воздух. Нужно для дыхания. Так, Антон, я сто раз говорил уже. Я увольняюсь. Я вам больше не нужен. А чтобы не было плесень, нужно хорошо промыть семена. Обработать и хорошо промыть. От заключения песок и его прокалить. Так, Сергей, вы можете колить песок, который суть подряд. Но только он остынет, будет заражен спорами плесен и грибов. Это проверено работой опытами. Чистая косточка при высокой влажности будет лакомство для грибов. Поскольку гриб выделяет токсины, которые с легкостью переварят скрытчную семку. Слушайте, у нас что, заседание Академии наук, что ли? Воздух на полную спорогу, они деться никуда. Так, Надежда. А если песок промыть с марганцовкой, поможет? Или обработать коцки фитоспорином. Смотрите. А семечки в гневом яблоке лежат до весы, считается, что они плесень. Ну, семечки в гневом яблоке. Знаете, как сказать, интересно другое. Значит, взял один товарищ, фамилию не называю. Отгремели те бури еще в газетах. Собрал две тысячи этих самых ранеток одичавших. Вот таких ранетки, но именно одичавших. Посадил, мне одна не взошла. Вот. А я ему, конечно, отвечаю через газету, но если бы семечки выковали, мне бы взошли почти все. Лежат до поры до времени. Именно в плодах, при холоде. Это та же сертификация, что и в песке. У них есть запас прочности. А вот, да, влажность высокая там, внутри, мякоть, это влага. Вот. До поры до времени. А потом, как тут я высылаю, да, вынимайте в феврале месяце и песок, и все будет нормально.